Первый генетически модифицированный помидор появился в 1994 году. Открылась и эра ГМО с одной стороны, а с другой стороны ящик Пандоры, из которого посыпалась куча комментаторов. Здравствуйте, Алексей. Сегодня вы читали лекцию о здоровом образе жизни в необычном месте на ферме. Хотелось бы поговорить о продуктах. Можете ли вы быть объективны в этом вопросе? Не успели ли вас подкупить фермерским творожком? Нет. То есть я могу быть в этом объективным, ну, по крайней мере, насколько это возможно. Потому что я стараюсь все-таки на подобные вопросы, по крайней мере, да, стараюсь смотреть именно с научной точки зрения. Скажите, вот часто идешь по рынку и видишь, что бабушка продает свои помидоры, огурцы, и говорит, вот у меня лучше, полезнее и вкуснее, чем эти ваши магазинские. Стоит ли доверять такой бабушке? Ну, тут зависит от того, где конкретно она торгует. То есть если это официальный рынок, где есть и ветконтроль, и сельскохозяйственный контроль, и все остальное прочее, ну, наверное, можно будет ей довериться в том смысле, что, скорее всего, она действительно так считает это, во-первых. Во-вторых, я не исключаю, что там могут быть какие-нибудь сорта непромышленные, скажем так, да, не те, которые используются в более-менее массовом производстве, а те, которые действительно вкусные, потому что, к сожалению, у нас так случается, что бывают и неудачные сорта, неудачные разработки и все остальное прочее. Они дольше лежат, они лучше хранятся, но вкусовые характеристики при этом у них так себе, скажем. Поэтому я не исключаю, что у такой бабушки действительно может быть что-то реально вкусное, это правда. Но это не потому, что она это делает без промышленных способов, да, без использования химии, без использования всего остального, а может быть потому, что у нее именно такой сорт произрастает на огороде, который действительно вкусный. Скажите, как врач-токсиколог, как минеральные удобрения, пестициды и прочая химия влияет на качество продукта, негативно или позитивно? И есть ли смысл в так называемых биопродуктах, которые выращены использованием органического земледелия, и говорят, там нет никаких токсинов? Здесь вопрос, как обычно, с множеством граней. Если говорить коротко, то лучше химия, чем микробиология. Да, то есть мы это используем в том числе и для того, чтобы защитить человека от потенциальных опасностей. Не только для того, чтобы защитить растения, хотя и это тоже. Нам же важно, чтобы культурные растения не болели. Нам же важно, чтобы их не одолевали сорняки. Нам важны, чтобы, например, не было вредителей те, которые питаются именно этими сельскохозяйственными культурами. Эти все вопросы важны. С одной стороны. С другой стороны, да, действительно, может быть, скажем так, неудачное использование этих средств. Неумеренное или, не знаю, неграмотное. Всякое может быть. Да, то есть ситуации могут быть разные. Но все-таки в большинстве случаев та химия, именно промышленная химия, которая используется в сельском хозяйстве, она все-таки проверена. Она все-таки гарантирует некие результаты прогнозируемые и управляемые. Это самое важное. Если говорить об органическом земледелии, с ним довольно сложно. Потому что, например, в нашей стране только где-то с 2020, по-моему, года, если я не ошибаюсь, хоть как-то пытаются этот термин регулировать. Потому что раньше вообще не было регуляции. То есть любой человек, который производил некую продукцию, мог назвать ее органической. Сейчас для этого нужны определенные сертификаты и выполнение критериев. С одной стороны, с другой стороны. Масса сообщений о том, что сертификаты либо продаются без особых проблем, либо подделываются, либо еще что-то в этом роде. То есть, да, система есть, но, к сожалению, как это часто бывает, она не работает так, как должна была бы. С другой стороны, есть масса других вариантов, что называется, отстройки от конкурентов. То есть, вот эти все био, эко или органик по-английски, или там прочие какие-то варианты, они все нерегулируемые. То есть, человек может просто эту наклейку к себе на продукции поместить и утверждать, что это дает некие конкурентные преимущества. Это далеко не всегда так. Дело в том, что с органик, с органическими продуктами ситуация во всем мире, она примерно схожая. Потому что, действительно, изначально это позиционировалось как альтернатива. То есть, более полезная альтернатива. Однако, когда сравнивают составы тех или иных культур, которые получаются при органическом земледелии, и, назовем его неорганическом, они схожи. То есть, там никаких особых различий нет в пользу органики. То есть, нет такого, что они прям прекрасные и замечательные. Поэтому выбрать делать здесь довольно сложно. Органическая всегда будет дороже. Только непонятно тогда, за что мы платим. Не всегда она будет вкуснее, например, эта пища. По одной простой причине, что вкус и прочие характеристики, они зависят от сортов, которые используются. И органик производства, и неорганик производства могут использовать одни и те же сорта, которые, мягко говоря, неудачные. У них хорошая лёжкость, они долго хранятся, они ровненькие, красненькие или зелёненькие, какие должны быть. Но у них проблема именно со вкусовыми характеристиками. Именно потому, что это было получено традиционными способами селекции, которые плохо управляются. Часто в магазинах можно на продуктах увидеть гордую этикетку без ГМО. Как на это реагировать? Стоит ли это приобретать? Оно полезнее? Смотрите, у нас такая ситуация, что с ГМО у нас нет ничего. Поэтому без ГМО это, мягко говоря, введение в заблуждение. У нас всё без ГМО, у нас нет ничего с этими продуктами. Ну, разве что в аптеках, потому что весь инсулин, который сегодня производится в мире, он весь генетически модифицированными кишечными палочками штампуется. То есть, это норма, скажем так, они нам в этом смысле очень хорошо помогают. Насчёт продуктов. Вы знаете, в следующем году будет уже 30 лет, как мы их используем. Первый генетически модифицированный помидор появился в 1994 году. Открылась и эра ГМО с одной стороны, а с другой стороны ящик Пандоры, из которого посыпалась куча комментаторов, которые кричали всякое страшное, пророчили конец света, что сейчас все эти ГМО-культуры захватят всё вокруг, что они там с биоразнообразием непонятно, что сделают. Однако прошло 30 лет, ничего такого нет. Это во-первых. Во-вторых, те продукты, которые были созданы с использованной генетической модификацией, они изучались как никакие. То есть, нет каких-то продуктов традиционной селекции, а ведь там и радиационный мутагенез, и химический мутагенез используется, и неуправляемые результаты, и всё остальное прочее. Их так не изучали, как ГМО. ГМО были под пристальным вниманием, и за 30 лет у нас накопилась гигантская база. И выясняется, что нет никаких ровным счётом опасностей для здоровья. Например, я не говорю за какие-то другие вопросы, именно потому, что я там не специалист. А если мы говорим по здоровью, то ничего, даже близко подходящего к вреду для здоровья, за ГМО не числится. Правильно ли я понял, что это только на российском рынке нет ГМО, а на мировом где-то можно найти ГМО продукты? Да, на мировом рынке можно найти ГМО продукты. В некоторых странах они разрешены, не во всех. Но некоторые страны действительно и активно разрешают их исследование, в том числе и создание новых сортов, и продажу таких семян, и выращивание, и в том числе реализацию уже готовой продукции. А по какой причине на российском рынке не появляются такие продукты? Ну, это вопрос к законодательным скорее, потому что, в принципе, никаких препятствий для этого нет. У нас их запрещали на всякий случай, а мало ли что. А вдруг? Неизученные технологии и все остальное прочее. Но это, может быть, как отговорка могла бы пройти лет 20 назад. Да, тогда действительно оно было не особо изучено. Сейчас у нас гигантский перечень российских, кстати, в том числе публикаций, потому что изучать-то нам их можно. А это первое. Второе, мы их используем не только в пищевой промышленности, это же и в биотехнологии, в фармпромышленности, все остальное прочее. То есть, там тоже неплохо все это дело изучено. И на сегодня нет никаких ровным счетом резонов для того, чтобы это все запрещать. Наоборот, генетическая модификация могла бы помочь решить некоторые проблемы традиционной селекции. Вот именно те самые, о которых я и говорил. Зачастую бывает как. Человек приходит в магазин, берет помидоры, потом дома пробует, только какие-то они пластиковые. Наверное, ГМО. Вот нет. Они как раз самые натуральные, полученные правильной селекцией. Но там есть один нюанс. Они красивые, с ровным бочком, закрашенные, да, залитые, что называется, красителем все как положено. Но это же одновременно привело к тому, что там хуже накапливаются сахара, например. И именно поэтому помидор будет, мягко говоря, невкусный. Эту погрешность селекции можно исправить генетической модификацией. То есть, мы можем вмешаться в этот организм и вернуть, как было, тот самый вкус вернуть на место. Но таких вариантов, как вы понимаете, много. Не только с томатами, не только с какими-то другими культурами. Однако, пока что у нас есть препятствия именно на законодательном уровне. Давайте перейдем к продуктам от животных. Скажите, почему в деревне куриные яйца имеет более яркий желток, чем магазинский? Опять же вопрос, в каком магазине их брать. Потому что мы регулярно, например, встречаемся либо с ярко-оранжевыми, либо с такими насыщенно-желтыми. Я не помню, если честно, когда мне последний раз попадались яйца с бледным желтком. На самом деле, тут зависимость только от кормов. То есть, те корма, которые используются в животноводстве. Причем, это не важно, это будут деревенские, или это будет на птицеферме, или что-то в этом роде. Кукуруза будет давать окрашивание и там, и там, в ярко-оранжевый цвет. Люцерна будет и там, и там давать насыщенный желтый цвет. Неважно, где это применялось. То есть, да, конечно, там есть свои нюансы, есть свои тонкости. Однако, с точки зрения нутритивной, с точки зрения тех ингредиентов пищевых, которые там есть, и с точки зрения опасности или безопасности, они, в принципе, равноценны. Да, приходилось читать о том, что вот такой бледный желток, это признак того, что курицу не докармливали. Может быть, да, я не исключаю, но, опять же, еще раз повторюсь, такие, чтобы прям страшные яйца, на которые нельзя было смотреть, ну, я не помню, когда я последний раз видел. Наверное, очень давно. Сейчас они в основном такого приятного, либо приятно желтого, либо даже оранжевого цвета. Давайте поговорим про молоко. Деревенское молоко, как правило, такое жирное, со сливочной пленкой. А магазинское, по моему вкусу, не столь привлекательное. Но какое безопаснее с научной точки зрения? Смотрите, с научной точки зрения, в принципе, безопаснее то, которое прошло проверки на бед. Это самое безопасное. Потому что и деревенское молоко тоже может быть нормальным. Но оно может быть и опасным в том числе. И причем, наверное, можно сказать так, что промышленное молоко в этом смысле будет более безопасным. Потому что требования безопасности на фабрике их соблюдать гораздо проще, чем, скажем, где-нибудь в отдельном фермерском хозяйстве. По одной простой причине, ну да, я, конечно, понимаю, что, да, действительно, фермеры могут там за каждой коровой отдельно ухаживать, за ней смотреть, все остальное прочее. Но есть некоторые тонкости. Ну, например, что поела корова, она могла поесть траву, скажем так, которая для человека, мягко говоря, не полезна, то есть токсична, условно говоря. И эти вещества могли попасть в молоко. Такое, конечно, встречается крайне редко, естественно, но такие случаи описаны. Гораздо более часто встречается вариант инфекции. Вот, да, с инфекциями, кстати, с фермерскими различными и деревенскими коровками там могут быть проблемы. Это и бруцеллез, и лептоспироз, и что еще нам вспомнить? Бешенство, клещевой энцефалит, кстати, все это тоже вполне может передаваться через молоко. Такие случаи, опять же, описаны. А молоко может быть, скажем, взято у коровы с маститом. Это означает, что там будет нейродная флора и так далее. То есть, да, вот этих вот подводных камней в деревенском молоке может быть много. Первое, второе. Да, конечно, я понимаю, что вот эта пенка на деревенском молоке, это прям здорово и прекрасно. У меня бабушка собирала ее обычно и делала шикарный каймак из нее. Всегда. С другой стороны, если мы смотрим на принципы здорового питания и всего остального, то у нас считается, что сильно жирное молоко лучше все-таки не использовать. Много мы его не выпьем. Это не полезно, мягко говоря, потому что многовато. Жиров – это первое. И второе. Сейчас стараются избегать продуктов с трансжирами. А молоко, оно натуральным образом содержит там что-то около 9% трансжиров. Не то, чтобы это было ужас-ужас, с одной стороны, а с другой стороны. Ну, в общем, да, если есть возможность избегать, то почему бы нет. Существует так называемое безлактозное молоко. Оно в каком-то смысле даже в моде. Некоторые для кошек его покупают. Стоит ли его приобретать и для кого? Да, его стоит приобретать в тех случаях, когда у людей непереносимость лактозы. Ну, я бы не сказал, что это, конечно, широко распространенная проблема, но, в общем, многовато. Особенно среди взрослых людей. Будучи детьми, мы потребляем молоко, в общем, без особых проблем. Хотя бывают ситуации, когда это врожденная непереносимость, но она все-таки довольно редкая. С возрастом мы постепенно эту возможность теряем. То есть тот фермент лактоза, который в этом участвует, он у нас становится все менее-менее активным и прочее. Тогда мы получаем разные варианты клинических проявлений. Это может быть либо вздутие-метеоризм, это может быть диарея, например, причем довольно мощная и внезапная. Это может быть даже такая системная генерализованная реакция. Поэтому, если такое есть, и если действительно у нас существует тест, мы все это можем выяснить, это не так сложно, нужно просто обратиться к специалисту, к врачу, и вы выяснете, что у вас реальная непереносимость, например, лактозы. То есть вы этот сахар молочный переваривать не можете. Да, значит, можно использовать другие варианты. То есть, например, продукты длительного хранения, скажем, сыры. В них лактозы уже поменьше. Можно использовать молоко, да, действительно, специальным образом обработанное. В ней лактоза, ну, скажем так, оно называется безлактозным, просто лактоза там меньше определенного процента. И да, обычно такой продукт переносится лучше, легче, и хорошо, что он есть на рынке. То есть ровным счетом ничего ужасного и плохого в этом нет. Как вы относитесь к, так называемому, кокосовому молоку, миндальному молоку, овсяному? Имеет ли это какое-то отношение к молоку? Ну, в русском языке это допустимо, скажем так, да, потому что молоком мы можем называть практически любой млечный сок. В этом смысле да. Но в том смысле, что оно хоть как-то повторяет коровье, нет. Состав очень сильно отличается и по белкам, по жирам, по углеводам, по всему остальному, любые растительные варианты, они беднее, чем исходное коровье. Ну, коровье, да, я понимаю, что это не, скажем так, не идеал. Да, естественно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы уже десятки тысяч лет рядом с этими животными. Мы уже что-то около шести или семи тысяч лет употребляем это молоко довольно интенсивно. Мы уже, в принципе, к нему приспособились. В общем, ничего страшного. Первое. Второе. Если мы говорим об каких-то, скажем, экологических проблемах, условно говоря, растительное молоко считается эко-френдли. Я понимаю, что это слово такое ужасное, да, какое-то, но вот зато короткое и емкое. Имеется в виду, что меньше воды требуется, меньше площади для того, чтобы получать и все остальное прочее, потому что для получения коровьего молока нам нужна корова. Корове нужны угодья, а это, в общем, довольно много всего остального. Плюс она выделяет парниковые газы и прочее, прочее, прочее. В этом смысле растительные компоненты считаются более экологичными. С другой стороны, с нутритивной точки зрения, там масса проблем. То есть, целиком и полностью переходить на растительное молоко, ну, тогда нужно возмещать недостаток по тем нутриентам, которые есть в коровьем молоке, какими-то другими продуктами. То есть, нельзя заменить один в один. Другой вопрос, что, например, можно в кофе. Вот это прям прекрасно, потому что мы привыкли к кофе с молоком, причем с коровьем. Да, и у нас получается не совсем напиток, а еда. Скорее даже так. То есть, это еда полноценная. Особенно, если там и пенка добавлена, и молоко, и там и горячее, и холодное, и всякое. И там у этого кофе совсем чуть-чуть на донышке. Поэтому, если в таких напитках использовать растительные заменители, на вкусе это сказывается, ну, не худшим образом, скажем так. То есть, нормально. Вполне, я понимаю, что некоторым людям кому-то не нравится рисовое молоко, кого-то не устраивает яркий привкус кокоса, кому-то еще что-то. То есть, можно подобрать то, что подходит конкретному человеку, и это дело использовать. Вот именно в таких случаях, да, то есть, добавляя, скажем, в кофе, делая его таким образом более здоровым. Не могу не спросить про шашлыки. Сейчас лето. Скажите, мясо где полезнее и безопаснее готовить? Дома или вот на улице на углях? Нет. Ну, смотрите. Здесь не совсем эти аспекты имеют значение, а, наверное, где вы будете брать мясо. Вот это важно. Потому что, да, если вы его взяли в проверенной торговой точке или на рынке, и там стоит штамп и ветконтроля, да, и все остальное прочее, это человеку, которого вы там, не знаю, лет 10 покупаете мясо, и все хорошо, и все прекрасно, да, наверное, это будет нормально и допустимо. Рекомендовано все-таки подготавливать мясо самостоятельно. Потому что, если вы берете мясо уже в ведерке замаринованное, и в какой-нибудь, ну, скажем так, стрёмной точке, на трассе, например, проезжая мимо, а вот мы забыли шашлык, давайте купим, или едем в гости, давайте купим, что-то в этом роде. Вот этого делать не надо. И даже в нормальных торговых точках лучше не брать готовые, уже замаринованные вещи. По одной простой причине, что, к сожалению, это может быть способом маскировки, скажем так, некондиционного товара. Потому что уксус и специи забьют все вот те самые запахи, которые будут свидетельствовать о том, что мясу, ну, уже было пора на пенсию. Кроме того, это скажется и на его вкусовых характеристиках, в смысле волокнистости и прочих вещей. Лучше это сделать, ну, вот, как говорят медики, экстемпора, да, то есть по мере необходимости. Вы взяли мясо с собой, вы, например, здесь на месте его замариновали, там, бывает, и 30-минутные маринады, и там, часовые, и каких только нет. Здесь, в общем, никаких ограничений, здесь исключительно полет фантазии. Кто как хочет, кто как любит. Но важно, да, чтобы это было свежее мясо, которое вы сами разделаете, которое вы сами посмотрите и все остальное прочее. Естественно, когда вы его готовите, желательно это делать не на сильном жару. То есть вот то, что есть такое понятие средний. Когда рука терпит, вот там где-то на расстоянии, как раз там, где вы будете эти самые шашлыки выкладывать, ну, как терпит, то есть вы не обожглись сразу, моментально. Вы почувствовали, что вот жар, да, то есть такая стена стоит. Желательно, чтобы она, естественно, эта стена была равномерной, то есть вы угли равномерно проложили, что там нет языков пламени, естественно, и всего остального прочего. То есть это такая равномерно заполненная углями жаровник. Да, конечно, шашлыки нужно не забывать переворачивать, естественно, чтобы они с разных сторон обжаривались в том числе. Некоторые даже используют специальные термометры, которыми можно измерять температуру внутри мяса и ориентируются в том числе и на эти показатели, потому что и болезнетворные бактерии, и, скажем, личинки паразитов, которые чисто теоретически там могли быть, ну, они в основном где-то между 60 и 90 градусами, по-разному, опять же, да, здесь по-разному, в основном погибают. Некоторые, конечно, выживают там и при сотне, но это все-таки крайне редкий набор, я бы сказал так. А так, да, посмотреть, чтобы мясо целиком прогрелось. Ну, некоторые делают это на разрез, да, то есть разрезают ножом один кусочек и смотрят по цвету. Да, действительно, это тоже можно использовать в качестве одного из критериев. Так что и шашлык, в общем, тоже может быть относительно здоровой пищи, если, скажем, заедать его зерновыми лепешками, его в том числе заедать овощами какими-нибудь, что-то в этом роде, двигаться, общаться, то есть собирать все остальные факторы здорового образа жизни вместе. А больше ли канцерогенов в мясе, приготовленном на касте? Ну, вот получается так, да, потому что мы таким образом все, что есть в дыме, то есть в дыме уже получается не жар угольный, да, а это именно дым от сгорания каких-то конкретных, это может быть бревна, это может быть хорост, может быть еще там что-то. Далеко не всегда люди берут хорошие дрова. Это вот тоже очень важно, потому что приходилось даже видеть вплоть до того, что шашлык готовили на разрубленных шпалах. Они, извините, пропитаны, чем только не пропитаны, да, и там от дома какие-то старые брусья с противопожарной пропиткой и прочее, прочее. Да, вот здесь вы же можете представить себе, какой там зоопарк из молекул будет внутри такого мяса. Лучше, конечно, готовить не на костре, да, то есть если мы что-то готовим на костре, то через посуду. Мы нагреваем посуду, а посуда уже затем нагревает то, что внутри. В открытую на костре крайне желательно не готовить. Скажите, какой ваш любимый продукт, который ассоциируется у вас с летом, с солнцем, с свежим воздухом? Ну, все очень просто. Я астраханец, поэтому арбуз. Продолжение следует...